Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы сегодня начинаем изучать с вами один из наиболее интересных курсов, который называется маркетинг. Что такое маркетинг, вы, наверное, довольно часто слышите, знаете, на слуху у вас. Целями нашего курса является научить пользоваться профессиональными терминологией в области маркетинга, научить пониманию маркетинга как особой профессиональной деятельности и дать представление об основных теоретических подходах в области маркетинга. Что такое маркетинг? Определение маркетинга имеет очень много разновидностей определений маркетинга имеется. Родина маркетинга – это Америка, то есть США. Маркетинг опирается на экономику, социологию и психологию. Маркетинг – это философия бизнеса. Запомните, пожалуйста, эту фразу. Маркетинг – это философия бизнеса. В чем заключается эта философия? Значит, философия и культура предприятия – это стремление к высокому качеству работы и обслуживания и его превосходным характеристикам. Понимание предназначения организации в реализации и предоставлении высококачественных товаров и услуг потребителю. Ориентация на потребителя. Распространение ориентации на потребителя вплоть до нижестоящего персонала, непосредственно контактирующего с клиентом. Вложение инвестиций в людские ресурсы. Развитие профессиональных навыков персонала, ответственного за работу с клиентами-потребителями. Генезис маркетинга. В чем заключается генезис маркетинга? Значит, в 50-60-е годы 20 века генезис, распространялся генезис. Его распространял, значит, такие ученые, как Питер Друкер, Филипп Котлер, Левит. 60-е и 90-е годы 20 века уже развивался классический период. То есть, когда разработался комплекс маркетинга, маркетинговые исследования, реклама и пиар. Что такое пиар, вы тоже знаете, да? Об этом мы вообще позже будем говорить. Так, 90-е годы 20 века. Это по настоящее время. Это новейший модернистический период. Электронный маркетинг, дрим-маркетинг, холистический маркетинг имел место развития. Этапы становления маркетинга. Маркетинг вычленяется, как бы, из общего менеджмента, как его внешняя функция. Менеджмент, ориентированный на потребителя. Менеджмент в организации компании, как открытой системы. Первые концептуальные описания маркетинга, они заключались, как борьба с маркетинговой миопией, описанной Филиппом Котлером. Что такое миопия? Вы, наверное, знаете тоже это слово. То есть, это близорукость. То есть, когда человек, который создает какие-то товары, услуги и так далее, он видит только свое, только свой товар, только свое производство. И окружение он уже не видит. То есть, это не хорошее качество. То есть, это такая миопия, так называемая маркетинговая миопия, она имела место в развитии в начале маркетинга, на начальных этапах маркетинга. Классический маркетинг – это 60-90-е годы 20 века. Он является многоуровневым, многоплановым маркетингом. Маркетинг – как интегрированная внешняя функция менеджмента. То есть, это маркетинговый комплекс. Иначе мы его называем 4П. Прошу обратить внимание на понятие 4П. Запомните его. Об этом мы будем еще сейчас говорить. И развитие маркетинговых исследований. Современный этап развития маркетинга. В чем он заключается? Значит, это холистический маркетинг, то есть, целостный маркетинг. Прямой маркетинг, директ маркетинг, брендинг, дрим маркетинг и электронный маркетинг. Ремесло. Маркетинговая деятельность, что она из себя представляет? Это ремесло, как особая профессиональная деятельность. Область теории, которая система методологических подходов и знаний. И учебная специальность и направление подготовки специалистов. Уровни маркетинга. Значит, из каких уровней состоит маркетинг? Это маркетинг на уровне корпорации. Это маркетинговая стратегия, зонтичный бренд. То есть, мы на уровне корпорации разрабатываем конкретные стратегии, которые необходимы для корпорации в данный момент времени. Что такое зонтичный бренд? Это вообще понятие бренд, вы, наверное, знаете. Зонтичный – это тот бренд, который выбрасывается как бы зонт именно в то место, куда вам нужно. И вы изучаете именно целенаправленно данный, данный узкий отрезок. И из этого делаете бренд. Маркетинг на уровне бизнес-единиц. То есть, это продуктово-маркетинговая стратегия. Сегментирование рынка и позиционирование. И маркетинг на функциональном уровне. То есть, это маркетинговое исследование, организация маркетинговой деятельности и служб. Американская ассоциация маркетинга. Это первая ассоциация, которая поставила маркетинг на научный уровень и дала научное определение маркетинга. Маркетинг – это разработка товара и услуг, ориентированных на нужды покупателей, установление на них цен, распределение и продвижение этих товаров и услуг для осуществления систематических обменов, то есть сделок, с помощью которых люди и организации могут наилучшим образом достигать своих целей. Маркетинг – это определение, еще раз повторяю, Американской ассоциации маркетинга. Современное определение маркетинга. Маркетинг – это не только отдел, сколько ориентированная компания. Это Филипп Котлер. 4П – это маркетинговые инструменты производителя. Дополняется четырьмя СИ – маркетинговыми интересами покупателя. Об этом мы тоже будем довольно подробно говорить позже. А что такое маркетинг? Еще раз возвращаемся к этому определению. Маркетинг – это социально управляемый процесс обмена взаимоотношениями и взаимодействиями субъектов рынка, стремящихся наиболее полно удовлетворить свои потребности и получить максимальные выгоды. Маркетинг в практическом отношении – это процесс, связанный со стимулированием продаж товаров или услуг, совершенствованием продукции, определением цены, выбором и организацией каналов распределения, увеличением спроса на продукцию, исключая рекламу. Виды маркетинга. Если рассматривать виды маркетинга, то существуют такие виды, как B2C, B2B, B2C. Помимо этого, есть B2G. Почему-то в данном слайде упущено. Значит, что это такое? Бизнес-то консюмер, B2C, B2B, бизнес-то бизнес, и консюмер-то консюмер. До этого я вам сказал, как B2G, то есть, бизнес-то гавамонт. Это понятно, я думаю, да? Теперь давайте поговорим о субъектах маркетинга. Кто является субъектами маркетинга? Это потребитель, тот, кто реально использует продукт или услуга. Это конечная цель любой маркетинговой деятельности. Покупатель – это тот, кто оплачивает покупки, может быть, а может и не быть потребителем. Клиент – это тот, кто потребляет или оплачивает услугу. Покупатель, требующий, и ожидающий индивидуального подхода. Вот мы с вами рассмотрели основные понятия, основные этапы развития маркетинга и вообще, что такое маркетинг, что мы будем делать.